Даже большой талант автора еще не гарантия того, что книгу сразу же издадут. К слову, будущий король ужасов и первая писательница, заработавшая миллиард долларов литературных трудов, получили от издателей немало нелестных замечаний и горьких отказов. Готический роман Мэри Шелли «Франкенштейн» был впервые опубликован в 1818 году. Но ранее целый ряд издательств заблокировал рукопись. Да, один из самых успешных романов, когда-либо написанных, был отвергнут, предположительно, из-за отсутствия опыта у его автора. Ей было всего 18 лет, когда она начала писать. Однако последнее слово осталось за Шелли. Ее книга даже 200 лет спустя очень популярна. Первый роман Фрэнка Герберта из саги хроники дюна и песчаной планете Аракис увидел свет в 1965 году. Именно эта книга сделала его известным и была удостоена премий Хьюга и Небио. Дюна считается одним из самых известных научно-фантастических романов 20 века. Однако аж 23 издательских дома так и не смогли рассмотреть его потенциал. В романе поднимаются многие политические, экологические и другие важные проблемы. Чайка по имени Джонатан Ливингстон. 18 издателей смотрели на Ричарда Баха как на сумасшедшего. Никто не будет читать книгу про Чайку. Это абсурд. Когда повесть все же напечатали, она за год разошлась миллионным тиражом и превратила бывшего летчика американской авиации в писателя с мировым именем. Впервые роман вышел в печать в 1951 году, но скандальную известность приобрел несколько позже, с 1957 по 1982 год. В 1957 году австралийская таможня гофрисковала партию книг, подаренных послом США правительству страны. Позже книги вернули, но отметили, что подросткам такое читать нельзя. Затем книга подверглась полемике и на родине Селлинджера в США один преподаватель даже был уволен без права в дальнейшем работать в сфере образования за включение романа в школьную программу. Его, конечно, потом восстановили в правах, но из школьной программы роман был изъявлен. Иногда уходят годы, чтобы роман нашел свою аудиторию. Классический пример Великий Гэтсби. Поучительная история упадка и захвата американской мечты была отвергнута издателиной, прежде чем увидела свет в 1925 году. Однако книга быстро завоевала репутацию во времена Второй мировой войны, миллионы проданных копий и пристальное внимание многочисленных режиссера. Без сомнения, Джордж Оруэлл опередил свое время. В повести он показал перерождение революционных принципов и программ, то есть постепенный переход с идей всеобщего равенства и построения утопии к диктатуре и тоталитаризму. Скотный двор притча аллегория на революцию 1917 года и последующие события России. Очевидная сатира на Советский Союз тогдашнего союзника Британии по антигитлеровской коалиции была опубликована лишь после победы над Германией в августе 1945 года. Рукопись первого романа будущего лауреата Нобелевской премии пережила 21 отказ, прежде чем одно издательство опубликовало книгу. Роман не сразу был оценен читателями. В 1954 году было продано всего 3000 экземпляров. Но через два года Повелитель Мух стал абсолютным бестсцельдером. А в 2005 году вошел в список 100 лучших романов на английском языке по версии журнала Тайн. Знаменитую историю любви с Карли Тахара и Ретта Баттлера Маргарет Митчелл писала 10 лет. Объемную больше тысячи страниц рукопись отвергли 38 издательств. В конце концов муж помог ей найти издателя. Роман вышел в июне 1936 года и уже в декабре был продан миллионный экземпляр. А Митчелл получила полицерскую премию. Основная работа Германа Милбила «Итоговое произведение литературы американского романтизма». Длинный роман с многочисленными лирическими отступлениями, проникнутый библейской образностью и многослойным символизмом, не был принят и понят современниками. В 1851 году роман был отвергнут издательством. Без лишних церемоний поставили вопрос ревром. А обязательно, чтобы история была о ките. Переоткрытие Моби Дика произошло только в 1920 годы. Дебютную работу Кэтрин Стоккер отвергли 60 агентств. Риски романа о расовом неравенстве сочли обреченным на провал. Лишь крошечное издательство напечатало прислугу небольшим тиражом. И уже через три недели роман стал лидером продаж. В 2011 году в США был продан 5-миллионный экземпляр романа. К этому моменту прислуга 100 недель возглавляла список бестселлеров Нью-Йорк Тайкс. Одна из самых знаменитых фэнтезийных сказок долго не встречала отклика у издателей. К счастью, после 37 отказов Льюис случайно встретился с литературным агентом Джеффри Блессон. И тот помог ему опубликовать первую книгу про Нарни. Сейчас история четырех детях, попавших в волшебную страну, переведена на 47 языков, а совокупный тираж книги перевалил за 100 миллионов экземпляров. Трудно понять, почему от этого проникновенного романа о любви отказались 24 литературных агента. Тереза Парк стала 25 агентом. Прочитав книгу, она быстро добилась контракта на миллион долларов от крупного издательства. Дневник памяти вышел в 1996 году и в первую же неделю продаж возглавил список бестселлеров New York Times. Роман Джоан Роллинг получил 12 отказов. Первый тираж был всего одна тысяча экземпляров, но его почти сразу же признали лучшей детской книгой года в Великобритании. Сейчас по объему продаж Батериана уступает только Библии, а бренд Гарри Поттон оценивается в 15 миллиардов долларов. Продолжение следует...